Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс ребят и я на аккаунте Митяя пошел на антирейд, вот как вы видите Митяя написал что меня зарейдили ночью и как бы осталось очень мало времени для того чтобы рейдить и он приехал на эту локацию чтобы время перестало уходить, то есть чтобы возможно было еще пойти на антирейд. Как с трудом там видно, но вот хорошо видно в левом нижнем углу, это база Рафаэль зарейдил, говорит 4 сета бронеспец войск забрали эти бродяги, но мы будем пробовать, пробовать ребят пойти на антирейд, попробовать вернуть это все назад. Конечно я понимаю что это практически может быть и невозможно, давайте посмотрим что у меня есть, это топорчики, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 целых топоров железных и один простой, немного оружия надбитые, фулл модернизированный ГЛОК и М16, еда, вода, вот сразу же можно подкрепиться, видите 100% сделал и вот водичка тоже 100%. И так, ну что, подбегаем и смотрим, ага, здесь есть вольерчик, собак я не наблюдаю, но я ни разу еще не наблюдал собак, в принципе, каменная база это хорошо, ну в принципе, опа, железка, железная база, да ладно, да ладно ребята, и тут железная. О, здесь бетонная, 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 железная дверь, бетоночка, бетоночка, и вот опять железо, капец ребят, о, голова ведьмы, попробуем ее срубашить, нормально получилось. Что там видно, там видно все, железный пол, в этом маленьком окошке и в принципе ничего больше не видно, но однозначно мы чекаем пикап, пикап и немножечко мусора. Так, ну что, давайте, наверное, чтобы как бы было более выгодно, сишки у меня нету, давайте посмотрим в чопере, наверное, в чопере вся сишка. Чтобы было более выгодно, ну как выгодно, чтобы зомбятина нас не трогала, мы будем взрывать, попробуем вольер, за вольером вот здесь взрывать, может быть, эта зомбятина и не будет забегать на базу. Попробуем посмотреть, что здесь есть, устанавливаем сишечку, отходим, чтобы взрывом нас не закоцало. Бабах, ребят, бабах, и это 19 шума, еще один шум, о, первый ящик. Что мы здесь имеем, в принципе, сушилки, блин, я понимаю, что тут камнем обложено именно то, что парень не обложил железом. Ну, я не знаю, ну давайте за этим ящичком, сразу же, чтобы взрыв уничтожил нам и ящик заодно. Да, есть, ребят, капец, все с металла, все с металла. И как сюда пройти, как сюда пройти? Бензорез-то, разрушенные базы, что, ага, конечно, бензорез. Ну, тогда где его взять? Так, станок переработочки, сейф, ребят, это сейф? Да ладно! И как его? Закрыто? Ну, понятно, что он дурак-то, открытым не оставляет, никто сейф. Ну, тоже, конечно, беда, я бы, например, сделал, чтобы сейф можно было открыть, ну, я не знаю, отмычки какие-то делать, или, ну, может быть, С4 использовать, чтобы открыть сейф. Я думаю, в сейфе мы не прятали какие-то пустые вещи. Ну, что, первое хранилище, которое здесь, о, это наших, наших, на броне спецвойств, которая, в принципе, в принципе, у нас была украдена. Выпиваем, съедаем все, что принесли с собой. Ну, ладно, вот, держи тебе. Смотрите, смотрите, все-таки не проходит зомбятина, не проходит зомбятина там, если взрывать возле вольера. Так, поэтому, если у вас вольер в притек построен к базе, вы уже в шату, вы можете вот, именно, использоваться вот этой уловочкой, и хлобысь не проходит. Очень круто и удобно. Ну, что, у меня осталось еще одно хранилище. Ох, блин, да ладно, ребят, что за лут, что за день? Ну, доски возьмем. У Митяя, бывает, доски на базе пропадают. Вот, я понимаю, что даже если тут хранилище, то мы можем просто потерпеть фиаску. Давайте разрушим также станок переработки, может быть... О, 20 батареек, неплохо, неплохо. Медные слитки, мы идем к вам. Ну, и что, остался вот этот ящичек, который мы уничтожили взрывом, и, надеюсь, в нем хоть что-то есть хорошее. А, ладно, шоколадно, неплохо, неплохо. Смотрите, это две дискетули, две дискетки. Дискеточка, дискетка. Также эти жетоны помогают нам мне вообще неплохо пройти. То есть, еще можно дискетку завалить. Я думаю, за 17 блокнотов и вот этих 30 медальонов, это жетоны, личный номер и фамилия солдата, все, что осталось на этом кусочке металла. То есть, это армейские кусочки металла, на которых обозначали номер солдата. Ну, как бы, до рождения, там, группа крови. Но это не важно. У нас сейчас важно, что вот эти два, две вещи нам могут помочь еще раз залутать дискетку. То есть, активировать еще раз дискету. Это просто капец. Это считайте не две дискеты, я взял, а три. Пробежать мне в чоппер, я не знаю, помочь выложить что-то, чтобы сэкономить еще топоров. Это, я не знаю, делать, не делать. Наверное, все-таки простые, простые сосновые уходят. Нам они, в принципе, не нужны. А вот, чем бы черт не шутил, я, наверное, именно так и сделаю. Сейчас попробую всю зомбятину переманить вот сюда. Зомбятина. Мне нужна, чтобы пришла сюда. Все именно до конца, даже бегуные. Вот, они прибегают сюда. Чоппер мы помним, что чоппер именно находится у нас внизу. Мы выбегаем. Быстро очень выбегаем. Мы выложим там, например, галаш, там, ну что-то подряд, подряд, что-то. И назад сюда, назад на базу. Назад, назад. Давайте попробуем их вообще сюда, чтобы они еще дольше бежали к нам. Так, все. Все. И побежали к чопперу. Чоппер, чоппер, чоппер. Ты могучий, ты гоняешь, стою тучу. Мы должны выложить у тебя 4 ненужных вещи. Раз, два, три, четыре. Хлобысь. Вот зомбятина прибежала. И мы назад, назад быстренько, как шустрик. Есть такой же зверек шустрик. Он быстро очень бегает. О, нормально. Также приманиваем обратно сюда зомбятину. Чтобы потом, когда мы уже будем уходить на базу, чтобы быстро себе убежать и не получить никакого урона. Чтобы они, броню нам не покоцали, да и все остальное. Да, в принципе, можно вот эти кеды бы лазить. Это все ставить. Ладно, ну что. Как бы, все, что мне нужно в этом ящике. Я больше не вижу, что здесь забирать. Вот так вот. Уголь заберем. Вот этот самый целенький топорчик. Маску. Ну, вот этот, наверное, надбитый. Мы сейчас возьмем для того, чтобы разрушить вот здесь все. Шум тоже подниму. Кожа. Может быть, еда. О, 20 индюшатины, ребята. Индюшатина таки неплохой лут, я вам скажу. Давайте возьмем еще более целый топор. Более целый. Так. Не забывать калаш. Калаш не забыть. Может быть, и здесь индюшатина. А индюшатина это... Вы вспомните, как... Да ладно, шоколадно, блин. Это еще индюшатина. Ну, эту индюшечку мы съедим. Очень приятно было, конечно, индейку запеченную на костре съесть. Никогда не пробовал. Ну что, ребята. Вот и оля. База. База дикобраза. Можно сказать, это мелкий читер. Но не знаю, мелкий, не мелкий. Мы еще вот здесь не были. Интересно, что там. Но, я думаю, то, что мы забрали, тоже считается неплохим лутом. И диски-то с координатами. Целых две штуки. Это жетоны. Это военные блокноты, которые просто дают кучу, уйму всего. Так, подождите. Я чуть не ушел и не оставил здесь калаш. Это было бы фиаскулини. Так, ну что. Что мы заменим? Доски или уголь? Вот это, конечно, вопрос. А вот, наверное, мы вот эти кирпичики забменим. Потому что доски и уголь более ценный материал. Ну что. Здесь мы убегаем. Да ладно, ребят. Оп-оп-оп-оп. Как в регби. Просто убегаем. И я думаю, сейчас мы придем на базу. Посмотрим, что нам удалось. Все. Все-таки украсть. Ну как не украсть, а вернуть. Вернуть. Возвращать. Возвратить назад. Потому что, ну, нас все-таки ограбили. Так. Приезжаем домой. Сейчас мы заюзаем чоппер. Так. Немножечко загрузочки. Рейдеры стоят вот здесь отдыхать. Посмотрим. Ого. Осталось еще целое задание. И потом можно будет отправиться на рейд. Так, ребят. У нас что? Ну, я понимаю, что, конечно, сеты брони у нас украли. Это да. Но самое главное. Это две дискеты. Самое главное. Это ВСС-винторец, ребят. То, что, конечно, я принес назад с собой топоры, это ничего не значит. Потому что, ну, как. Топоры тоже редкие. И я ничего реже на базе ничего не нашел. Ну, вот такой вот лут. Я бы поменял, например, четыре сета спецвойств брони на две дискеты. Причем вот эта третья дискета по любасу. По любасу. Ребят, всем спасибо за то, что вы смотрели этот видос. Не забывайте ставить лайкос. Подписываться на канал. Всем пока. Увидимся в следующем. В следующем, ребят, видео. Увидимся в следующем.